Привет друзья! Российская армия успешно провела испытания ЗРК С-500 Прометей. Проверялась способность комплекса сбивать гиперзвуковые цели. Испытания ЗРК С-500 прошли 22 февраля. ЗРК С-500 Прометей поразил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ-2 «Синева» запущенную подводным атомным ракетным крейсером Тула из акватории Мори Лавдинг. ЗРК С-500 подтвердил все заложенные в него характеристики, в том числе способность поражать гиперзвуковое оружие. ЗРК-55Р6М «Триумфатор-М» — зенитная система пятого поколения, разработки концерна «Алмаз-Антель». Особенностью комплекса является способность работать по широкому спектру целей на высотах до 200 км и на дальности до 600 км. Дальность обнаружения целей до 2000 км. Основная задача комплекса — перехват крылатых и баллистических ракет, но он может поражать и низкоорбитальные спутники. ЗРК С-500 должен прикрываться ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Планируется разработка и корабельной версии перспективных ЗРК С-500 для авианосов проекта 23000 и штурм. В состав комплекса входит пункт боевого управления 875-6-1, РЛС дальнего обнаружения 60К-6, антенны пост с радаром с фазированной решеткой, работающие в X-диапазоне и опционально другие системы. ЗРК использует ракеты 77Н6Н, 77Н6Н1 и 40Н6. ЗРК С-500 размещен на шасси БАС 69096 с колесной формулой 10х8. Стоимость одного дивизиона ЗРК С-500 около 2 млрд. рублей. Это в 4 раза дороже ЗРК С-400, но комплекс уникален и лучше, чем американская система PRO-TED стоимостью 3 млрд. долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.